Глава 4. Шофер Василий Петрович. Глава 4. Шофер Василий Петрович. Очнулась от сна в ту же секунду, услышала голос Сталина. Поздравляю вас, товарищ Давыдово. Мы вчера впервые слушали Хованщину. Ваше исполнение очень нам понравилось. Спасибо, товарищ Сталин. Почему так официально? Смутившись, молчала. Через минуту услышала. Мы должны во вторник встретиться. Во вторник, после полудня, как договорились, Василий Петрович зашел за мной. Вера Александровна, разрешите с вами поговорить? У меня к вам личная просьба. Только не знаю, с чего начать. Я внимательно посмотрела на шофера. Я ничего о нем не знала. Это был крупный, сильный мужчина с правильными, но грубыми и резкими чертами лица. Как будто вытесанными из камня. Кожа медного оттенка, черные глаза, густые ресницы, узкие губы, массивная челюсть. Определенно незаурядный человек. Василий Петрович начал свой рассказ. Я из-под Ростова. Вчера получил письмо от брата. Моих родных хотят выселить под Красноярск. Если бы вы могли, по возможности, поговорить с товарищем Сталином. Благодарность моей семьи была бы вечной. Мы молились бы на вас. Если надо, можем дать денег. Вы же знаете, Сталин может все. Наша судьба в его руках. Доверю вам тайну. Только не выдавайте. Василий Петрович, вымышленное имя, а по-настоящему меня зовут Федор Иванович Мохов. Вера Александровна, вы знаете, что за вами постоянно следят, что ежедневно мы представляем ягоди три рапорта о вас. Василий Петрович замолчал. Опомнился и взглянул на часы. Надо было выходить. Сталин не терпел опозданий. Тщательно записала я все имена и фамилии родственников Василия Петровича. В свежем мартовском воздухе чувствовалось скорое наступление весны. По дороге, около Драгомиловской заставы, виднелись длинные очереди людей, целыми днями ожидающих керосина, хлеба, мясо, сало, спичек. Не скрывая радости, Сталин вышел мне навстречу. Я была одета в элегантном платье, фасон которого придумала сама. Оно очень понравилось Иосифу Бессарионовичу. Сталин провел меня в дом. Там было полно гостей. Киров, Ворошилов, Аджоникидзе, Микоян, Будённый, Молотов. Я была единственной женщиной в этой компании, и все усиленно ухаживали за мной. Сергу Аджоникидзе прекрасно рассказывал рискованные анекдоты. Ворошилов, и Будённый пили частушки. Потом спели интернационал. Микоян рассуждал о торговле и просил Сталину разрешить открыть новые магазины. Торксин, где товар оплачивался бы золотом и валютой. Киров же молча наблюдал за всеми. «Принесли шампанское в серебряных ведерках со льдом». Микоян звучным голосом произнес тост. «За великого, непобедимого, любимого Иосифа Виссарионовича Сталина. Все встали и выпили за великого вождя». Сталин, обращаясь к Микояну, громко сказал. «Ты, Анастас Иванович, самый большой пройдоха из всех народных комиссаров. Товарищ Арджоникидзе тоже хорош. И Енукидзе этим двоим не уступит». Гости расхохотались, громче всех Микоян и Арджоникидзе. А Сталин, смеясь, продолжал. «Там, где появляется Микоян, грузину делать нечего. Евреи и азербайджанцы, как всегда, остаются в дураках. Только армяне выдерживают». В полночь все ушли. Мы остались вдвоем. Вышли в сад. Я пригляделась к нему внимательно. Маленького роста, некрасив, костля, туловище щуплое, короткое, ступенок чересчур длины, правое плечо нежелевого. Началась метель. Но мне не хотелось возвращаться. Иосиф Писсарионович рассердился и сказал. «Если хотите продолжать прогулку, поищите себе кого-нибудь другого». Так я открыла для себя новые черты его характера. Он был злым, упрямым и мстительным. Я робко спросила. «Иосиф Писсарионович, можно вас попросить об очень важном деле?» «О чем ты хочешь просить?» – оборвал он меня. «Мысли следует выражать четко и коротко». Тогда я рассказала ему о Василии Петровиче, как будто я об этом узнала по телефону от приятеля, режиссера из Ленинграда. Сталин ответил. «Хорошо, проверим. Виновные будут наказаны. Зачем вы, Вера Александровна, лезете в государственные дела?» Краснев от этой резкости, я быстро сменила тему разговора. «Иосиф Писсарионович, я боюсь забеременеть», – брякнула я, чтобы скрыть свое замешательство. «Товарищ Давыдово, только не хватает, чтобы мы делали детей. На них нельзя надеяться. В любом случае, через 15 лет родители становятся им не нужны. Говорят, что аборты очень болезненны. Поговорим с комиссаром здравоохранения и посмотрим, что могут посоветовать профессора-специалисты. Попробуем найти необходимые лекарства». Войдя в дом, добавил, продолжая разговор. «Вам не надо искать предлоги. Вы не рабыня и не продажная девка. Если мои слова обидели вас, то идите и поплачься уборной». После такого афронта я прослезилась. Через несколько минут Сталин примирительным тоном сказал. «Верочка, я боюсь твоего влияния. Мне с тобой очень хорошо. Ты настоящая колдунья. Откровенно тебе признаюсь, что до тебя у меня были только тёлки и одной настоящей женщины». На такой комплимент я ответила поцелуем. «Соединение двух сердец – самая большая тайна в мире», – взволнованно продолжал Сталин и затем осторожно добавил. «До нас дошли слухи, что солист Большого театра Норцов крутится возле вас». «Он всего лишь пригласил меня в кино», – ответила я. «Люблю, когда говорят правду, если бы солгали и после небольшой паузы продолжал. Можете пойти в кино. В этом нет ничего плохого, но запрещаю вам спать с ним. У вас есть муж, и не надо с ним разрывать отношения. Впрочем, у нас есть намерение перевезти его в Москву, чтобы вы не скучали. Пока мы вместе, нам не нужен никто другой». «Когда у вас отпуск?» «Возьму два месяца в июле и в августе». «Вам всего достаточно?» «Да, спасибо. Все, что необходимо, есть». Через день, когда я выходила из дома, ко мне подскочил блондин неопределенного возраста. «Позвольте представиться», – сказал он по-военному. «Я – ваш новый шофер Федор Александрович Кузяев». «А где Василий Петрович?» – обеспокоенно спросила я. «Он переведен на другую работу». Такова была реакция Сталина на мою просьбу. Он еще раз дал мне понять, что я – игрушка в его руках. В ту ночь я не могла заснуть. На душе было тяжело. Я боялась за Василия Петровича. Измученная мыслями, встала я на колени около кровати и молилась о Василии Петровиче и его несчастных родственников. Вот в кинерках. Оплакивала свою судьбу. «Что меня ждет? Кем я стала? Любовница Сталина? Его наложницы? Что со мной будет? Кто может ответить на все эти вопросы?» Продолжение следует... Продолжение следует...